В Усть-Нере введен режим ЧАЭС муниципального характера. Там продолжается разлив фекальных вод. Напомним, станция напорной канализации, а их в поселке 48, еще весной были отключены от отопления за задолженность. Несмотря на то, что в конце сентября долг был оплачен, разрешения на подключение всех септиков до сих пор нет. В ситуации разбиралась Юлия Великодная. Общество с ограниченной ответственностью Персей – это предприятие, обслуживающее напорную канализацию поселка. Финансовая, составляющая которой субсидии от агентства субсидий и платежи населения, которые составляют долю в 10-15%. Что касается платежей от населения, то по большей части за услугу перед Персеем у них долгов нет. Данная ситуация сложилась в первую очередь из-за нерегулярных выплат, из-за держки постоянной от агентства субсидий. Сложился долг перед теплоэнергосервисом за отопление в размере 710 тысяч рублей. Этот долг был погашен 28 сентября. У нас есть федеральный закон, где говорится, что в течение 48 часов после оплаты они обязаны были меня подключить обратно к теплоэнергию. Собственно, этого не произошло. В свою очередь и Персей, накопившуюся задолженность перед теплоэнергосервисом, погасил 28 сентября. Несмотря на это, разрешения на подключение всех септиков до сих пор нет. Поэтому и подключение станции к теплоснабжению идет крайне медленно. Не на руку восстановительным работам и понижение температуры. Всего работает 22 септика из 48. В том числе 7 насосных станций подключены к отоплению, 15 остаются неподключенными и при понижении температуры могут замерзнуть. Также нами произведены врезки по адресам поселка Устнера в количестве дополнительно 7 штук. По согласованию с генеральным директором Ауте Блайнергосервисом дано разрешение всего на 9. Отметим, что все население Устнеры пользуется канализацией, а сточные воды вытекают на территории домов и соцобъектов. В числе последних гимназия, центральная больница и морг. Вот это гимназия, понимаете, вот в этой гимназии учатся все дети, две школы в районе, в Устнере, две школы. И одна из них, это вот эта школа. И вот это все, вот смотрите, идет, вот сюда я вам показываю, вот прямо под школу. И на следующий год вот эти дети будут сидеть в этих фекальных водах, которые попадут туда. Весной это все растает, и все получат вот эти ОРЗ и все эти заболевания. Все четыре септика, относящиеся к жилым домам по улице Гагарина, заморожены. А по улице Раковского 4 разлив канализации подступает к дому. Да, работает канализация у нас, по всему дому работает. По всему поселку канализация работает, только куда она стекает, никто не знает. Вот у нас, допустим, видно, что она стекает во двор. Наши канализации, допустим, детский сад подключен, то есть все вытекает сюда. Форточки, допустим, вот дома я открыть не могу даже, вот сейчас жара, топит хорошо у нас, потому что открываешь форточки и стоит вонь. В связи с критической ситуацией с 26 октября на территории поселка Усть-Нера введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Из числа специалистов и депутатов создан оперативный штаб. В администрации поселка сходятся во мнении. В дальнейшем подобного можно избежать при формировании тарифов и субсидировании без задержек. Оптимальным выходом из сегодняшней ситуации считаю объединение всех предприятий в одно крупное предприятие, чтобы все это принадлежало теплоэнергосервису. В свою очередь, агентство субсидий сообщает, что на данный момент компании «Персе» направлены субсидии до сентября включительно. Для получения субсидий организации в подтверждение факта оказания коммунальных услуг населению ежемесячно в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляют в агентство акты. Акты согласовываются организацией, осуществляющей начисление коммунальных услуг и муниципальным образованием. Агентство на основании предоставленных актов производит начисление субсидий и в течение 10 рабочих дней перечисляет субсидии организации. Между тем в Устнере созданы дополнительные рабочие звенья, которые пытаются спасти систему водоотведения и канализации. Хозяйствующие субъекты решают вопрос переполненных септиков при помощи осмашин, неся при этом дополнительные расходы. «Теплоэнергосервис разрешил подключить 9, все остальные на стадии подключения, два уже готовых к запуску очередных. Будем брать их у инспектора, чтобы он принял их. Предприятия согласились помочь, но сегодня только, на сегодняшний день, предоставил Сарвак судьба трех сварщиков, за что им огромное спасибо». Прокуратурой Республики с привлечением природоохранной прокуратуры и прокуратурой Эмиконского района по факту отключения от теплоснабжения 48 канализационных станций поселка проводится проверка. «Проверка еще не завершена, работа продолжается, ситуация находится на контроле прокуратуры Республики». Теперь, когда с каждым днем температура наружного воздуха все ниже, важно не допустить полной заморозки оборудования и сетей, а уже потом искать крайнего. Юлия Великодна, Иван Семенов, филиал Устнеры, Якутия, день за днем.